Вот, наверное, большинство, конечно, знает, что ваши первые хореографические замыслы рождались в нашем театре. И ваши первые радости, и ваш успех были первые в нашем театре. И многие из сидящих в зале сейчас помнят и ваших трёх толстяков, и ваш Усок, и Саламба, и футболиста. И вот кое-что мы хотим вам напомнить сейчас. Разрешите, это будут картинки прошлого, ваши. Аплодисменты. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Аплодисменты. Я хочу представить вам, это он с далекого острова Суррогатии. Он генеральный директор киностудии Суррогатии, сокращенно Суррогатфильм. Он, значит, секретарь и член Союза Суррогатских писателей, член Союза Суррогатских журналистов. Он член Союза Суррогатских композиторов. Это Эрзаццо Эрзацци. Эрзаццо, пожалуйста. Это эпидемиолог. Сейчас... Секундочку. Сейчас. Суррогатия – большой, вечно зеленый остров. Основное население суррогатии составляют друзья Богословского. Розаццы не совсем понимают, что здесь сегодня происходит. У них вообще на острове, когда в телепередачах постоянно фигурируют одни и те же лица, то телезрители тут же съедают всю телепередачу. Но я объяснил, что у нас совсем наоборот. Это человек раздаться в Москве две недели. За это время он посмотрел более 50 спектаклей. Во многих спектаклях звучала музыка Богословского. Он смотрел «Опаснее врага» в театре Гоголя. Он смотрел в театре Абрасова божественную комедию на музыку Богословского. В театре Вахтангов он смотрел «Золушку». О, Богословский. Он без ума от Фрадкина. И он говорит, что в театральной жизни «Острова» та же история, что и у нас. Там постепенно народные театры, театры племен, племенные театры, они вытесняют профессиональные искусства, так что это явление, в общем, общечеловеческое. Я встречал Эрзацу в Шереметьевной аэропорте, и мы ехали в Москву, и он не наступил. И он удивлялся на всем пути исследования, сколько в Москве памятников писателям, поэтам, композиторам. У Белорусского вокзала памятник Горького ему очень понравился. Новый памятник Шота Руставили просто потрясающе. Маяковского памятник Пушкина. Памятник Пушкина, извините. Когда мы приезжали с ним, он напоминает мне, мимо консерватории по улице Герцена, он указал мне на памятник и спросил, почему Богословский с бородой? Но я тут же ему сказал, что это не Богословский, а Римский корсак. Он говорит, что у них на острове вообще очень популярна кинематографическая деятельность Богословского. Там уже более трех лет нисходит с экранов Пес Барбос и необыкновенный кросс. Он мне говорит, что там в силу племенной отсталости, в общем, довольно тяжелой безграмотности, и картина идет под названием «В джазе только девушки». В заключение, Эрзас хочет передать привет от всех друзей Богословского за рубежом. Он совершил сейчас поездку по Европе, и многие кланялись ему. Лев Ашанин, Люси Гурченко, Иосиф Кобзон, он кланялся. Николай Рыбников, большой привет. И Шарль Азнаву. Эрзас говорит, что популярность Богословского действительно очень широка во всех сферах общественной жизни мира. Вот на нотных клавирах везде звучит музыка Богословского. На обложках сатирических журналов везде тут и там мелькает имя Богословского. Любители аквариумных рыб знают его как опытного ихтеолога. И только немногие знают, что за сборную страны по футболу он выступает со скромной фамилией Паркуян. Оно пойдем попьем пиво, Оно полезно даже малым детям. И мы хотим сказать куплетом эти пей пиво. Ах, как приятно пиво с рыбой, А раки с пивом не намного хуже. Мы любим пиво и в жару, и в стужу пей пиво. ПИМЕНТОР ПИМЕНТОР Эй, папаша, пиво налей, Пиво налей, Пиво налей, Пиво... Вы знаете, каждый год, я в данном случае обращаюсь к нашим телезрителям, каждый год в апреле месяце у главного входа в театральное училище имени Щукина появляется такой большой щит с объявлением, что в этом году состоится прием в театральное училище имени Щукина. И, значит, для того, чтобы поступить в это театральное училище, нужно прочесть прозу, басню и стихотворение. И действительно, ну в голову не придет человеку, проходя мимо архитектурного института или Баумановского института, увидя тот чудовищный перечень предметов, наук, ну зайду, попытаюсь счастья, а вдруг? А, естественно, так сказать, минимальный интеллигентный человек одно стихотворение, одну прозу, одну басню, собственно, знает. Поэтому, а почему не зайти? Зайду и стану артистом. Но это не так. Далеко не так. И вот о том, что это не так, в том, что это не так, вы убедитесь буквально через минуту. Как происходит прием в театральное училище, мы вам сейчас покажем. Простите, я волнуюсь. Басня, а с чего начать? А что вы приготовили? Пока басню. Пожалуйста. Можно? Пожалуйста. Иван Андреевич Крылов, волк и ягнен. У сильного всегда бессильный виноват. Тому в истории мы тьму примеров слышим. Но мы истории не пили. А вот о том, что в пасне говорят. Ягненок в жаркий день зашел к ручу напиться. И надо бы на жбеде случиться, что около тех мест голодные рыскал волк. Ягненка видит, он на добычу стремится. Но делу дать хотя законный вид. И толк кричит, как смеешь ты, наглец, своим нечистым рылом, нечистым, винтить путем. Когда свинейший волк позволит, а сперюсь, я донесите, что ниже поручу от сведлости его шагов, я на стоп пью. И гневаться напрасно, он изволит, поэтому я лгу. Поэтому я лгу? Я волнуюсь. Я вам уже давно сказал достаточно. А, я не слышал. Сколько вам лет? Мне 20. Будет. Подойдите сюда, выйдите. Обязательно. Чем занимаетесь? Я ничем. Что вы кончили? Ничего. А в школе вы учились? Учился. Плохо. Закончили? Закончил. Я хочу быть артистом. Обязательно. Пожалуйста, не надо меня ругать. Я хочу быть артистом. Пожалуйста. Вас никто не собирается ругать. Я думаю, что вам не имеет смысла как-то претендовать на какое-то место в театральном училище имени Щупка. Если говорить, да. Если говорить вот об этом произведении, которое вы прочитали сейчас, это какой-то один сплошной ягненок получает. Волк не получился? Нет. А я очень много работал именно над Волком. Не получил. Вы свободны. Спасибо. Спасибо. Можно вам задать со своей стороны вопрос? Когда вас брали в педагогию, вы чего-нибудь тоже читали? Или вас просто так взяли? Вы знаете, мне трудно ответить на этот вопрос. Я сейчас его разверну в процессе, так сказать, вот беседы. Мне просто хотелось сказать, что над педагогов тоже нужно объявлять конкурс. Извините. Вы знаете, это подлинная история, пришедшая в 1948 году в помещении театрального училища имени Щукина. Причем, чтобы вы понимали, насколько эта история парадоксальна, жаждущий поступить в театральное училище студент является ныне народным артистом Советского Союза Юрием Яковлевым, а педагог, который не хотел его принять в это училище, ныне профессор... Это уж Владимир Абрамович. Я очень рад, что вы встречаете меня аплодисментами. Это залог того, что я был прав тогда, когда... Должен вам сказать, что Юрий Васильевич, мой друг, партнер и замечательный артист, конечно, очень много рассказывает вот эту вот историю, встречаясь со зрителем. И, естественно, он меня компрометирует. И сейчас он пытался меня компрометировать. А на педагогов как у вас выбирают? Я думаю, что вот залог того, что правильно выбирают на педагогов, вот это прекрасное общество, которое здесь сидит из учеников нашего училища. И вас можно включить сюда, Юрий Васильевич. Ну, не всех бы вы воспитали, Владимир. Конечно. И опять сюрприз для вас. Самый маленький артист спляшет яблочко для вас. А компонирует преподаватель по истории Александр Анатольевич. Аплодисменты. Представьте себе, что сегодня 2023 год, 5 апреля, и вы слушаете передачу из телестудии «Диктор». Уважаемые телезрители, сегодня исполняется 100 лет Московскому Академическому Ордена Ленина, Ордена Трудового Красного Знамени, Ордена Октябрьской Революции и Ордена Дружбы Народов Театру имени Моссовета. Мы пригласили в студию народного артиста СССР Александра Сергеевича Ленькова, старейшего работника театра. 50 лет тому назад ему было всего лет 25, сегодня в день 100-летнего юбилея, он несколько, конечно, старший, он присутствовал в прошлом веке на 50-летнем юбилее театра и любезно согласился поделиться своими воспоминаниями. Прошу вас, Александр Сергеевич, Александр Сергеевич, трудно забыть эти волнующие дни. 20-й век, 1973 год, 5 апреля, полвека назад. Да, я уже стар, память моя слабеет, и очень возможно, что я буду вспоминать то, чего и не было. Наш театр, наш любимый театр, в те далекие годы находился в центре Москвы около площади Маяковского, как раз там, где сейчас помещается Министерство отдыха и развлечений. Это было чудесное время. Мы даже его не полностью как-то могли оценить. Жизнь бурлила. Именно тогда было принято решение быть Москве, образцовым коммунистическим городом. А сегодня мы уже живем в этом городе. Мы живем в такой Москве. Чего стоят, например, знаменитые на весь мир московские висячие сады имени Мичурина? Или целебный московский воздух, искусственный климат, движущиеся тротуары вдоль московских проспектов. Конечно, хорошо было бы поставить скамейки, что можно было присесть, немножко отдохнуть, но и это будет. Наш театр в прошлом веке выступил с замечательным почином образцовому городу образцовый театр. И жизнь в театре Моссовета кипела. Премьеры устраивались в рабочих клубах. Юрий Александрович Завадский организовал тогда студии драматургов. И надо прямо сказать, были пьесы в то время, не то, что сейчас. И нам, я это хорошо помню, одной главной сцены уже было мало. Мы ставили спектакли в фойе, выходили с премьерами в рабочие клубы, а какие были спектакли. Таким ярким спектаклем в 20 веке была постановка революционного шторма Юрия Завадского, шестая редакция. И критики справедливо утверждали, что шторм для нашего театра стал таким же явлением, как чайка и столевары для МХАТа. Приятно, что в дни столетнего юбилея, сегодня, когда театру сто лет, мы все-таки видим в креслах ветеранов нашего театра вот блистательная Вера Морецкая, неподражаемая Ростислав Плят, необыкновенная Фаина Раневская, Тамара Аганезова, Сергей Годзи, Алексей Зубов, Этель Марголина. А вот и обаятельная любовь Орлова. Как раз вчера на телевизионном вечере старинных фильмов показывали ее картину «Веселые ребята с большим количеством дрессированных животных». Я счастлив, что сегодня, в день столетнего юбилея нашего театра, на Капитанском мостике стоит все тот же неувядаемый, энергичный и помолодевший Юрий Александрович Завадский. Человек с чудесными замыслами, удивительными театральными фантазиями и великолепными свершениями. Я желаю вам долгих, счастливых и творческих лет. К сожалению, Юрий Санч не мог сегодня прийти в телестудию. Он сейчас репетирует «Шторм» в шестнадцатую редакцию. Пользуясь случаем, я хочу обратиться к драматургам. Не забывайте, ветераны театра Моссовета такое уникальное явление, как Вера Морецкая, ждет от вас комедию. Или такой актер оригинального мышления, как Ростислав Плят, сидит в ожидании роли. Чудо троекомического искусства Фаина Раневская столько лет в ожидании пьесы. Я, конечно, учитываю, что продолжительная жизнь на нашей родной советской земле сильно возросла, но не до бесконечности, есть же пределы, товарищи. Пишите для этих звезд советского театра, как это делали московские драматурги семидесятых годов двадцатого века. Они писали. Благодарю за внимание. Мир любви состоит из мужчин и женщин разного возраста. Тактика и стратегия. Умышленная и неосознанная. Один любит крепко, другой любит слабее, третий вообще никак. Его надо завоевать. У многих опускаются руки. Многие устают от борьбы и падают в кювет. И вот именно в этот момент над ними склоняется милое лицо. Что с вами? Вы не ушиблись? Куда же вы запропастились? Вы меня не поняли. Я не сказал, не смейте звонить вообще. Я сказал об это время, не смейте звонить вообще. Любовь, любовь. Появление в этой области ученых только подтверждает проблему. Великое множество песен о любви не дает о ней никакой информации, только свидетельствует об отсутствии опыта. Бежит река, в тумане тает, Бежит она, меня грозня. А кавалеров мне вполне хватает, Но нет любви хорошей у меня. А кавалеров мне вполне хватает, Но нет любви хорошей у меня. На склоне дня я расскажу Березе, как подружке, Что нет любви хорошей у меня. Танцую я, постройки, Хожу в кругу, не уплетняя. Я не хочу... Я не хочу, чтобы кто-то догадался, Что нет любви хорошей у меня. Что нет любви хорошей у меня. Уже в селе нет ни огня. Ах, я сама, наверно, виновата. Танцую я, постройки, Что нет любви хорошей у меня. Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па- Артистка московского тюза Людмила Черепанова И артист театра на Малой Дронной Владимир Качан Несколько наших любимых песен Песен очень популярных, песен, естественно, о любви Но мы хотим попытаться эти песни не столько спеть, сколько сыграть как актеры драматических театров Вечер тихой песнею над рекой плывет Тайними зорницами светится завод Где-то поезд катится точками огня Где-то под рябинушкой парни ждут меня Ой, рябина кудрявая, белые цветы Ой, рябина, рябинушка, что взгрустнула ты? Лишь будки певучие смолкнут над водой Я иду к рябинушке тропкою крутой Так Треплет пад кудрявую ветер без конца Там в цеху короткие встречи горячи А сойдемся вечером, сядем и молчим Смотрят звезды летние молча на парней И не скажут ясные, кто из них милей Ой, рябина кудрявая, белые цветы Ой, рябина, рябинушка, сердцу подскажи Укрывая тыньем землю добела Песни журавыною осень проплыла Оно тропинкой узкою так же между гор Мы втроем к рябинушке ходим до сих пор Кто из них желаннее руку сжать кому Сердцем растревоженным так и не пойму Хоть ни в чем не схожие Оба хороши Милая рябинушка Сердцу подскажи Ой, рябина кудрявая Оба хороши Ой, рябина, рябинушка, сердцу подскажи Я прошу дать мне возможность тоже прослушаться Так, Николай Иванович, вы, разве вы когда-нибудь подражали? Утесову Я Утесову подражаю всю жизнь Всю свою жизнь, да? Да Я подражаю его молодости, его оптимизму, задору, его мастерству Да, я понимаю Но вы скажите нам, вы когда-нибудь пели под Утесовым? Никогда в жизни Почему же вы это решаете сделать сейчас? А вот так решил Решил попробовать Я считаю, что я это сделаю не хуже других Я, нет, товарищ, я считаю так, что мы по условиям конкурса Ведь мы решили не допускать самодеятельность Можно с вашего соображения сказать? Все-таки, по-моему, это еще и несколько неудобно Народный артист Советского Союза Надо говорить о центре Надо у вас Коварищи, вы забыли Мы нелицеприятные, беспристрастные, честные жюри Это несмотря ни на какие звания на лица мы не можем Усключение Ну, пожалуйста Ну, ладно Уговорили Ну, ладно, Николай Валерьевич Жюри просит Благодарю вас Пожалуйста Приготовьтесь Раскинулось море широко И волны бушуют вдали Товарищ, мы едем далеко Подальше от грешной земли Напрасно старушка ждет сына домой И скажут, она зарыдая А волны бегут от винта за кормой И след их вдали пропадает Очки Это не серьезно Это не серьезно Нет, нет Идет Леонидовна Вы вот как дочка Простите, одну минуточку Вот она, дочка Скажите, похоже на папу? Мне просто неудобно дискредитировать вас Не похоже Ну, видите, на папу не похоже Ну, совсем не похоже Ну, вы поймите Вы поймите Темпер Темпер Не схвачен Манет Манет Вы считаете, не схвачен? Не схвачен Нет, не схвачен Я не согласен То есть, позвольте Не согласен То есть, вы считаете, что наше решение жюри неправильно? Неправильно Ну Раскинулось море широко И волны бушуют вдали Товарищ, мы едем далеко Подальше от грешной земли А горбушка ждет сына домой И скажут, она зарыдает А волны бегут от винта за кормой И след их вдали Пропаду И он говорит И он говорит Следите за мной Я же вам говорил Следите за мной Я же не могу Вы поете по-своему Я же вас не могу Товарищи, прекратите Товарищи, прекратите Это обман Обман жюри Товарищи, ну что же Приступим к вручению призов Тут вот Я уже вижу Огромное количество знакомых И приятных мне лиц Выпускников школы Нашей Вахтанговской Но ведь этим количеством людей Не ограничивается Общее число воспитанников нашей школы Их огромное количество И в Москве, и за ее пределами И в разных городах Союза Что вот у меня в голову В связи с этим пришла Такая маленькая импровизация То есть это не импровизация Импровизация Это то, что выдумывается Из головы моментально Всю секунду А это было придумано заранее Прошу прощения Даже записано на листочке Вот Но я рискну это вам прочитать Это шутливое посвящение Всем вахтанговцам вообще И присутствующим сегодня здесь И находящимся за пределами Этого павильона Вахтанговец в кино и на эстраде Куда ни глянь, вахтанговец везде Он в Киеве, в Баку и в Ашхабаде Он в Томске, в Барнауле, в Кулунде Вахтанговец в пустыне и на льдине Его сечет мороз и сушит зной Вахтанговец в любой кинокартине А там, где нет, он есть Но он спиной Вахтанговец не тонет в океане Вахтанговец в вулкане не горит Он выживет в Тунгусской Глухомане, где только что упал метеорит Он даже в этом огненном пейзаже Найдет себе уютный уголок Частично без зубов Немного в саже Да, в общем, бодр И учит монолог Мы ширимся по свету, как лавина В статистике полнейший яролаж Из Антарктиды привезли пингвина Разговорились, выяснилось, наш В искусстве могут быть любые споры Но нужно свято помнить об одном Весь мир театр И люди в нем актеры Вахтанговцы Не все Но в основном Двое шарманкой Так назвали свой номер Выпускники Всероссийской Творческой Мастерской Эстрадного Искусства Федор и Наталья Калимулины Федор и Наталья Калимулины Субтитры создавал DimaTorzok Творческой Мастерской Субтитры создавал DimaTorzok Творческой Мастерской 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 Миллиона, миллиона, миллион Алых рус Творческой Мастерской Творческой Мастерской Ори, ори, о, мама мия, потерпи, я пребуду на днях. Это ярмарки-краски, разноцветные пляски, деревянные качели, расписные карусели, Слухи, шахмаки, я танец и краски.